Ну что, ребята, мы дальше продолжаем с вами изучать курс HTML Master, хотя у меня такое маленькое поганенькое чувство, что я что-то вам забыл рассказать про формы. Дело в том, что я считаю, что это уже последнее занятие по формам, дальше мы пойдем уже к структуре сайта на HTML5, но все-таки что-то, мне кажется, я вам не дорассказал. Ладно, поехали. Сегодня мы будем тоже изучать довольно-таки старые теги, но они актуальны. Это теги, которые называются FieldSet и Legend. Они созданы специально для того, чтобы разбивать данные в больших формах на подкатегории. А форма у нас получилась не то, что большая, но достаточно-таки, так скажем, зверская. И я думал-думал и решил разбить ее на три части, чтобы показать вам, как эти теги, собственно говоря, работают. Итак, теперь давайте мы перейдем в наш редактор и выделим три элемента наших форм. Первый элемент – это личные данные. Ну, это все, конечно, приблизительно, но для того, чтобы было, так сказать, более правдоподобно, прошу вас поддержать меня. Точнее, первый элемент – это не личные данные. Я вам наврал бессовестно. Это… тут даже больше относятся, наверное, давайте, контактные данные. И поэтому здесь выделите, пожалуйста, все от тега P, в котором указывается имя, до конца тега P, в котором мы указываем город. Затем я в редакторе нажимаю Ctrl-Shift-A. И здесь мы вводим название тега FieldSet. То есть все вот это поле заключается по умолчанию FieldSet. То есть все, что мы выделили с вами. Так, отлично. Тег у нас готов. Теперь я нажимаю Enter, и все это здесь поместилось. Но что-то тут слишком большие зверские отступы, поэтому я это смещу. Так, не так. Стоп, стоп, стоп. Блин, блинский. Так, Ctrl, и вот так. Все. Отлично. В итоге, смотрите, у нас получается вот такое вот поле, да, которое разбило нашу форму. То есть здесь стоит какая-то часть. Не пугайтесь, все сейчас страшно, но мы в конце занятия немножко это украсим при помощи стилей. И следующий тег, который называется Legend, он сразу, его сразу можно ввести под тегом FieldSet. Внутри, точнее, его. Давайте мы так и напишем. Legend. Нажмем Tab. И здесь мы можем указать конкретно название вот этого самого FieldSet. Так, ну, какие? Так, контакты. Контактные данные. Давайте так. Так, и обратите внимание, что здесь у нас появилась вот такая подсказочка красивенькая, контактные данные. Так, теперь давайте дальше. Мы это тоже оформим, все остальные части формы. И потом уже приступим к оформлению тегов. Заодно парочку атрибутов вам дал новых. Итак, вторая часть формы. Вторая часть формы у нас начинается вот отсюда, от цвет глаз. И заканчивается... Так, так, так. Давайте до времени возьмем. Вообще, давайте время отсюда удалим. Оно мне тут так не нравится, не к месту совершенно. Так, идем тогда выше. Вот тут вот. Ctrl-Shift-A снова. И здесь опять пишем TagFieldSet. Вставляем. Если у вас такой функции нету, то вы уже пишите все автоматически, точнее самостоятельно. Правда, у меня тут, видите, проблемы с отступами. Ну да ладно, фиг с ним. Пускай уже так и будет. Так, здесь мы тоже вставляем TagLegend. Где он у нас тут? Я его скопирую, чтобы заново ничего не писать. Так. Вставляем. Здесь я нажимаю Tab. Отступаю чуть назад. И здесь напишу личные данные. Так, смотрим. Все у нас отобразилось. Замечательно. Поэтому сейчас что мы делаем с вами? Сейчас мы пишем... Так, получать письмо от последнее. Так, так, так. Идем сюда. Здесь все полностью выделяем. И здесь опять Ctrl-Shift-A. Я, наверное, вас уже заводал, но ничего страшного. Потерпите. Так. И ниже опять-таки вставляем название. Это контактные данные. А здесь давайте интересы напишем. Интересы. Но я не знаю просто, как эту туфту еще по-другому назвать. Поэтому пускай будет так. Все. В принципе, форма у нас разбита. Смотрится все страшнее некуда. Поэтому давайте мы ее... Точнее, давайте сначала по атрибутам, а потом чуть-чуть украсим. Атрибутов всего будет два. Вы их все знаете. Это атрибуты, которые мы можем задавать FieldSet. Например, атрибут Disabled. Так. Где тут у нас подсказка? Вот. И, соответственно, все вот эти поля, которые находятся в этом FieldSet, они становятся недоступными. Видите? То есть можно сразу заблокировать половину формы. Ну, или третью часть, как в нашем случае. Ну, и еще это атрибут Title, который применяется, наверное, почти что ко всем тегам. Это всплывающая подсказка. В виде... Так. Давайте. Вводите правильно. Я, честно говоря, ни разу ее не писал для FieldSet, поэтому сам не знаю, как она будет работать тут. Так. Ну, видите. В любом месте. Так. Веселее вместе, да? Так, так, так. Ясно. Отлично. В общем, вот такие вот атрибуты легенькие. И там все еще есть атрибутики, но они там уже особого значения не играют. Так. Дальше идем. Что еще? А, оформление. Давайте начнем оформлять. Во-первых, вот здесь у нас атрибут Style, точнее Textile есть, да? И внутри него уже у нас стили для меток прописаны. Давайте теперь заведем стили для самой формы. Во-первых, мы ее сделаем чуточку... Давайте по ширине поменьше. Например, 500 пикселей. Так. Напишем, что еще? Зададим отступы сверху, ну, давайте по 20 пикселей. А по бокам Auto. Так. Вот точка запятой. И, в принципе, наверное, все. Тут нам хватит. Посмотрим, что тут происходит. Видим. Вот так наша формочка уже стала. Зачетно. И теперь давайте мы будем работать с FieldSet. Так. FieldSet. И здесь, что мы с вами напишем? Что мы с вами напишем? Напишем матом. Так. Давайте следующее. Во-первых, поменяем границу, потому что она совершенно убогая. Напишем border 3 пикселя. Давайте double. Так. И решетка CCC. Точка запятой. Граница у нас там поменялась. Теперь пишем border radius. 3 пикселя скругления зададим. Что еще? Давайте тоже зададим марджины по 20 пикселей. Но это сверху и снизу. А по бокам пускай нолик у нас будет. Ну и падинги давайте тоже 20 какую закинем, чтобы уже бедно не смотрелось. И в итоге мы имеем вот такую странную странность. Я, наверное, что-то не то написал. FieldSet. Забыл D добавить. Видите, и уже ничего не работает. Так. Вот теперь наша формочка выглядит уже немножко по-человечески. Да? Да, кстати. Давайте мы в теге форм заодно зададим font family. Sans шериф. То есть шрифт без засечек. И font size. Так, 15 пикселей пускай будет. Отлично. Смотрим. Уже вот такая у нас формочка получается. И теперь здесь давайте мы зададим BG. Например, 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 F7, F7, F7. Такой вот светло-серый цвет у нас будет. Точнее, ну, заливочка, вы понимаете. Так, дальше. Что мы делаем с вами дальше? Я сейчас подумаю внимательно. Дальше давайте мы оформим немножко наши легенды. Так. Идем теперь сюда. Здесь мы вводим... Так. Что ж тут ввести-то? Название тега. Дурья твоя башка. Так. Легенд. Я когда записываю видео, иногда так могу растеряться, наговорить всякой фигни. Ну, в смысле воды налить. Так. Ну, думаю, что вас это сильно... Надеюсь, что вас это сильно не огорчает. Что мы сделаем с легендой нашей? Давайте мы зададим ей тоже заливочку какую-нибудь. Какую-нибудь... Это значит какую-нибудь оранжевую. Давайте. Зададим. Вот такой цвет. Яркий, красочный. Конечно, мы цвета не подбираем, но просто, чтобы вы видели возможности. Также зададим border radius. В 3 пикселя пускай будет. И у нас получается уже вот такая штука, да? Смотрится как-то бедновато. Цвет мне все-таки этот не нравится. Сделаю его чуть-чуть пожелтее. Вот так вот. Смотрим. Ладно, пускай будет так. А то я задолбусь это переделывать. И давайте еще зададим паддинги. Например, сколько ж тут. Так, давайте я нажму пока enter. По бокам 5 пикселей. Точнее, сверху снизу 5 пикселей. А по бокам 10 пускай будет. Все. Вот получаются у нас такие штуки. Так. У меня тут что-то съехало. А вот, нормально. Браузер включил. Ну и цвет давайте поменяем. Шрифта самого в легендах. Напишем красненький какой-нибудь цвет. Так. Вот такой. Все. В принципе, вот такие у нас получаются. Точнее, не такие, а такая у нас получается формочка. Итак, друзья. В принципе, на этом все. Спасибо за лайки. Подписывайтесь на канал. Делитесь, блин, этим видео. И если вам кажется, что я что-то недодал по формам, то, пожалуйста, в комментариях об этом отпишите. Потому что у меня такая вот что-то внутри, знаете, сидит. Скребет кошка. Что-то я вам недорассказал. Если что-то вы найдете, то, пожалуйста, отписывайте. Я запишу дополнительные видосики. Итак, спасибо за внимание. На связи я это говорю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok